МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И Евгением Черным, деканом факультета психологии, доктором психологических наук в прямом эфире программы Вечер.Лайф. Господа, действительно, интернет – вещь такая достаточно спорная. Возникают множество противоречий во всемирной сети, в том числе и касательно тех новшеств, которые диктует современность. Ирина Михайловна, а вы как часто пользуетесь интернетом? В Одноклассниках есть? В Инстаграме? В ВКонтакте? Ой, и Фейсбук, и Одноклассники, и ВКонтакте. Поскольку есть вопросы, связанные не только с общением, но и с какими-то прямыми вещами. Например, с реализацией проекта студенческого. А для вас интернет в большей степени, как вы считаете, это все-таки деградация или возможность развиваться? Ну, здесь я бы не стала ставить вопрос «И ли?». А здесь, наверное, уместен союз «И». И источник знаний, и рассадник невежества. И, собственно говоря, мне кажется, что тут уже все ясно. Наша главная задача – учить правильно пользоваться интернетом. Ну, как правильно пользоваться интернетом, Евгений Владимирович? У вас есть какие-то наработки в этом направлении? Вы как пользуетесь интернетом? Ну, я надеюсь, что я уже не деградирую от интернета, если я не деградировал от всего остального. Но наработки. Надо работать с детьми. Конкретно. То есть мы сейчас говорим о молодежи. А почему мы не берем во внимание старшее поколение? Ведь старшее поколение, пусть в меньшей степени, но тем не менее использует те же ресурсы, да? Ну, за минусом одноклассников. А так все перечислено и вами, Ирина Михайловна. ВКонтакте, в Инстаграме вы есть, нет? Напомните. Нет. Нет, да, ну, тем не менее, Фейсбук, да, и прочие механизмы, точно такое же общение. А чего вдруг тогда такие вот нападки на интернет, что он может каким-то образом спровоцировать деградацию? Ну, по-моему, примером вагоны «Маленькая тележка» и «Задорнов» отдыхает. Школьники и студенты, а это наша главная проблема, прежде всего бросаются на самый малоинформативный и в то же время максимально раскрученный сайт, чтобы быстренько-быстренько выполнить домашнее задание, подобрать информацию. И вот тут их ожидают совершенно невероятные вещи. Они вдруг узнают такое, что, простите, волосы становятся дыбом. Можно конкретный пример? Ну, конечно. Ну, вот представьте себе, девочка 19 лет, маме 40, братишке 2 года. Мне вдруг заявляет, не разрешаю маме читать братику Чуковского. Я в интернете прошла, прочла, что Чуковский наркоман и псих, а детям его сказки нельзя, они жестокие. Там паук руки, ноги мухи веревками крутит. Его надо запретить. Ничего себе! Ну, это она прошла чье-то мнение. Таких мнений в интернете, в принципе, много. А что здесь страшно? Ну, если у нее такая нестабильная психика, и она, наверное, воспринимает то, что написано. Хотя с некоторыми фактами биографии выходят спорные моменты, но тем не менее. Ух ты! Какие же тут спорные моменты! Это раз. Во-вторых, у девочки психика абсолютно стабильная. Она любящая дочь, ма, там любящая сестренка. Она искренне заботится о малыше. А вот здесь вопрос в другом. Почему негативные стереотипы тиражируются, транслируются с невероятной скоростью, опережая все? Евгений Владимирович, а вы согласны с тем, что в интернете много такого негатива, который может, как привела пример Ирина Михайловна, повлиять на уже не детскую психику, 19 лет, взрослая девушка? В интернете есть все. Я думаю, что в этом примере скорее мы видим недостаток, а может быть и отсутствие критического мышления. А вот критическое мышление-то оно не развивается на самом деле. И я даже не чувствую, чтобы был такой серьезный заказ общества, социальный заказ, как принято говорить, на развитие критического мышления. Не развивается из-за интернета или независимых от этого причин? Нет, конечно. От независимых от этого причин. Но вот если говорить об интернете, в принципе, способ усвоения информации. Говорят, что на сегодня люди в большей степени мыслят клипово, то есть они выхватывают необходимые объемы информации из текста, но в то же время не читают его весь. А что в этом плохого, господа, если современность диктует такие условия? Если наш мозг, по сути, процессор, он более активно воспринимает эту информацию, обрабатывает, можно ведь сравнить с компьютером или роботом? Ну что в этом плохого? Компьютер будет всегда, или робот, опережать человека в скорости восприятия информации, в скорости передачи информации. Мы не сможем соревноваться никогда с компьютером. Однако никогда робот не сможет мыслить образно. Он не может быть креативным. И здесь мы всегда будем обгонять машины. А как раз это и не очень развивается в рамках клипового мышления, как вы говорите. Поэтому идет соревнование с машинами, то есть соревнование там, где мы не можем никогда выиграть. Вот в чем проблема. Поэтому последовательно, логично, аналитическое мышление, да еще и образное, да еще и креативное, вот что должно развиваться. А в этой схеме оно развивается не очень хорошо. Ну, наверное, не развиваться, а развивать, да? Это зависит и от обладателя мышления, да, и от окружения, и в первую очередь от преподавателя. Вот вы каким образом помогаете своим студентам развить не клиповое мышление, а образное? Ну, мы стремимся, чтобы они анализировали, рассуждали, думали. Кроме этого, мы стремимся, чтобы они чувствовали. Ну, хорошо. А вот курсовые рефераты вы принимаете в печатном формате или от руки написано? Я не очень этим занимаюсь. Нет, конечно. Некоторые преподаватели требуют, чтобы это было от руки, но я думаю, что в этом нет смысла. Потому что они могут, затратив время, написать от руки. Ну и что? Вот то же самое клиповое восприятие. Мы в меньшей степени тратим время, но берем ту информацию, которая нам нужна. Вы знаете, экономить на мышлении нельзя. Мышление от этого не прибавляется. Никогда. Это не тот случай, когда надо экономить. Ирина Михайловна, ну вот, а если, говорим о клиповом мышлении, да, а если не интересен текст? Если вот наши глаза, наш мозг, да, он фокусируется на именно том, на той информации, которая нам необходима, да, а все остальное, это эпитеты, слова, которые обволакивают этот текст. Вопрос замечательный. Позволю себе процитировать Демокрита, который сказал, чтобы постичь прекрасное, нужны большие усилия ума и души. А чтобы постичь всякую глупость и гадость, никаких усилий не нужно. Вот вопрос такой, неинтересен. А интересы-то формируются, понимаете? И, опять же, это зависит от самого близкого окружения, начиная от семьи, начиная от элементарного развития речи. И вот, знаете, последние два десятилетия возникла такая, на мой взгляд, очень печальная мысль о том, что знания надо противопоставить умениям и навыкам. Знать все равно невозможно, мы живем в ситуации информационного стресса, а у человека надо научить креативно, быстро принимать решения. Ну вот мы сейчас имеем толпу администраторов, которые креативят в силу своего невежества. Но умение, это вы говорите только о умении администрировать или умении, skills, да? Ну вот, понимаете, вот то, что входит в понятие skills, предполагает все-таки владение знаниями, а не просто случайно подхваченной информацией. Вы все-таки, мы же можем провести вот границу между понятием информация и знания, базовое особенно. Ну, я здесь употреблю вашу ремарочку, что здесь в лучшей степени союз и подойдет, конечно, но в принципе такую эфемерную расплывчатую грань можно провести, да. Так может наши современные авторы, они просто не соответствуют, да, авторы тех статей, тех постов, которые читают, ну, если мы говорим о молодых людях в интернете. Если молодежь вынуждена выхватывать факты, но не способна воспринимать весь тот объем, что они пишут. Дело не в объеме. Дело в самой подаче информации. Ведь для того, чтобы воздействовать на молодого человека, особенно на подростка, достаточно нажать, ну, вот Евгений Владимирович согласится со мной, не знаю, наверное, согласится, две кнопочки. Это отстой, это устарело. А вот это круто и это престижно. И, собственно говоря, молодому человеку, который желает быть оригинальным, ну, просто дают некий стандарт, некий набор, который, как он думает, позволяет ему быть оригинальным и неповторимым. Ну, может, скоро студентам будут ставить отметки, да, круто или отстой, кто знает. Евгений Владимирович, ну, вот многие взрослые восхищаются, да, вот, особенно старшее поколение, тем, как современная молодежь, даже дети осваивают вот эти всевозможные гаджеты, да, планшеты, телефоны, компьютеры, просто вмиг происходит, да, потому что человеку возрастному, возрастному ему нужно большее время для того, чтобы обдумать, понять, запомнить все эти комбинации, в принципе, хотя бы как включать и выключать. Но это же показатель того, что общество не деградирует, я говорю о молодом поколении, это показатель того, что оно развивается просто в другом направлении, непривычном нам, да, мы привыкли читать книги, они привыкли сидеть в гаджетах, но это не значит, что они хуже или что-то деградируют. Вот, пальцы скоро будут такие длинные, знаете, то есть вы хотите сказать, что развиваются у них быстро операторские навыки, это несомненно так, операторские навыки развиваются быстро. Ну вот условно посадить, допустим, Евгений Владимирович, при всем уважении к вам, вас, да, и там 15-летнего парня, не нужен набор текста, и дать вот новый гаджет, с которым ни вы, ни он до этого не сталкивались. Он победит. Он победит. И что? А что это плохо? Я не говорю, что это плохо. Это не значит, что он деградирует? Я вам скажу, что если мы будем бежать, он меня тоже победит. И это тоже хорошо? Очень хорошо, но это естественно, когда ему будет столько лет, сколько мне, его тоже победят 15-летние. И может быть будут другие гаджеты, и может быть новый язык, да, интернет язык, язык сети, он будет уже... Вы знаете, никто не против интернета, мы, это инструмент, которым надо пользоваться, он замечательный, он очень удобный и так далее. Но когда инструмент становится первичным, да, и когда операторские навыки являются чем-то самым важным, ну это странно. Понимаете? У вас студенты печатают. Здесь операторские навыки как раз-таки... Что они печатают? ...могут пригодиться. Вы когда-нибудь видели общение в чате подростков? Ну, приходилось. Да. Значит, это общение происходит очень быстро. Я спрашиваю свою дочку, да, она ей там 14 лет, почему так быстро? Она говорит, я не могу, я должна все время отвечать. Я говорю, ну почему так быстро? Она мне показывает, а там одно слово, одно-два, одно-два. Они общаются, это мы называем, знаете, телеграфная речь. Вот у детей маленьких до того, как они овладевают речью, у них есть телеграфная речь. Они не могут выстроить предложение. А эти могут, хотя не знаю. Но им не надо выстраивать. Они должны быстро реагировать двумя-тремя словами для того, чтобы ответить. Так выглядит общение. То есть в этом случае они не могут, допустим, связать полноценное предложение. Не нужно связать. Утрировано, да? Но, хорошо, вообще ни с собой не нужно, да? Ну вот в общепринятых нормах общества, да? Но в то же время они, как вы сами сказали, они мгновенно реагируют. Да. Это же опять же плюс. Мгновенно реагируют. Вот если летит муха, то я ее могу поймать. Это ценно? Может быть. А вдруг это муха-ЦЦ? Даже если муха-ЦЦ, я не вижу в этом ценности больше. Она не укусит вас, и вы не заболеете сонной болезнью. Евгений Владимирович, продолжу. С психологической точки зрения. Чем это может быть чревато? Ну, знаете, есть прекрасно развитые дети. Вот. Есть дети, которые читают книги. И вот, несмотря на мой скепсис, потому что все-таки гораздо меньше людей читают книги. Есть дети, которые слушают книги. Вот у них есть аудиокниги. И когда начинаешь говорить с ребенком, выясняется, что он очень начитан. Понимаете? Поэтому некоторые дети прекрасно этим пользуются. И потом. В общем, дети растут. Они, у них развиваются то, что мы называем психическими новообразованиями. Например, рефлексия. Они, самосознание. Они думают, размышляют, анализируют. И многие из них уходят от того, чтобы использовать интернет как нечто самое главное и важное. А он тоже становится для них инструментом. Поэтому это такой переходный период у подростков зачастую. Я думаю, что ничего кардинально не изменится здесь. И те люди, которые... Та часть людей, которые и раньше развивались, были интеллектуалами и так далее. И сейчас в процентном отношении будет такое же количество. То есть общество как развивалось, так и развивается. Ничего страшного нет. Ничего страшного я не вижу. Я попрошу режиссера сейчас вывести на плазму. У нас есть там среднестатистические данные. У нас 39% времени подросток проводит на прослушивание музыки, просмотры видеороликов, удивительного содержания всевозможного. 26% на переписку в соцсетях, 25% на видеоигры. И всего лишь 3% он тратит на творчество. Это все, что связано с интернетом. То есть в меньшей степени он использует интернет для того, чтобы развиваться и творить. Но в большей степени он черпает информацию, зачастую даже ненужную. Но с другой стороны, откуда мы знаем, нужная она или ненужная? Ведь в любом случае в голове, в сознании, в подсознании все это откладывается. Ирина Михайловна, есть мнение, что подобная трансформация неизбежна в силу эволюции общества? – Естественно, мир меняется. Это тоже старо, как мир. И я согласна с Евгением Владимировичем. Дети развиваются. Но мне не совсем понятна вот эта статистика. 3% на творчество. Что вообще означает это? Потом, простите, мы говорим об интернете как средстве общения. Но ведь интернет – это блестящая библиотека. Интернет – это замечательная информация научного плана, научного характера. И вот я очень активно общаюсь именно со школьными учителями в силу своей профессии. Сейчас хороший учитель учит ребенка анализировать альтернативные тексты. И вот, извините, у меня тут, видите, вот кружечки, календарик – это результат проектной деятельности. Если вы мне позволите, я два слова о ней скажу. – Да, если коротко, пожалуйста. Я уже вижу там Корнечуковский, видимо, зацепил у вас. – Да, да, зацепила. Вот история с девочкой меня зацепила. У нас вот проектной деятельностью занимались журналисты и филологи первого курса. Мы собрали очень интересную информацию, мы анкетировали самых разных людей, но в основном учителей начальной школы, воспитателей детских садов, студентов и так далее. Мы увидели, что, с одной стороны, вроде бы ломимся в открытую дверь. Чуковский классик, он общепризман. С другой стороны, мы увидели, как именно вот из-за таких фейков стремительно зарастает чертополохом народная тропа. Понятно, что, может быть, это донкиходство полное, но вот посмотрите, мы сделали календарик, в котором есть одна страница для детей, другая для взрослых. И оказывается, мамам, особенно молодым, очень полезно узнать, что есть такая чудесная книга от двух до пяти, как раз о гениальности ребенка, который осваивает речь. Ведь сейчас проблема функциональной неграмотности во всем мире. Елена Николаевна, у меня сразу вопрос. Вот у вас есть на материальном носителе вся эта информация, а в интернете? Так мы все это выложили в интернет. Мы это сделали как волонтеры. Было бы прекрасно найти спонсора, который бы для детских садов это распечатал, но мы все это выложили как новогодний подарок. Вот эти замечательные кружечки, а вот эту вот прелестную футболочку, можно показать, чтобы прочитали эту надпись? Прямо акция в защиту Крыма Чуковского, да? Да, представьте себе, посмотрите, что здесь написано. Ирина Михайловна, в любом случае, камера этого уже не увидит. А у меня следующий вопрос, Евгений Владимирович. Уверен, что кроме бега и кроме владения гаджетом, кто-нибудь из молодых подростков сможет вас обойти и во владении интернет-языком. Вот вы знаете, что такое лопата на их языке? Я знаю, что такое язык подонков. Он так и называется. И был специально изобретен. Язык, в котором коверкаются слова, которые определенным образом устроены. Я ничего в этом не вижу плохого, потому что есть разного рода сленги. А почему коверкаются? Просто значение другое может иметь? Нет, ну почему? Или словосочетание может в принципе... Это общая проблема. Например, американцы пишут слово «ю» просто одной буквой. Буквой «ю». Или они пишут слово «for», и они ставят четверку. Понимаете? То есть они упрощают, сокращают язык. А подростки это делают в еще более таком жестком варианте. Им нужен свой язык. Они его нашли. Этот язык мешает им осваивать грамматику и стилистику языка. На мой взгляд. Языка русского? Да, русского. С другой стороны, у нас общество тоже. Мы бы сейчас по-прежнему и говорили «Око», «перст», «уста», если бы язык не проходил этот путь модернизации. Они не модернизируют язык. Этот язык не живет. Он живет только в их субкультуре. Это арго, да? Это арго, но он не переходит в общий язык. Ну, а ваши прогнозы, он перейдет, он будет жить? Нет, не перейдет. Это будет субкультурный язык. Конечно. Так же, как, извините, воровской язык, там, какая-нибудь феня. Да, отдельные слова вырываются, но никто из нас не говорит на этом языке. Не говорят, хотя, знаете, вот в обществе среди определенных социальных категорий можно часто услышать такого рода общение и такие слова. И они же входят в обиход и подростков. Есть разные слои общества. И есть, простите, это как показатель. Кстати, тот же Чуковский о сленгах писал давным-давно. И очень много и хорошо. Сленги всегда существовали, будут существовать. Язык сленга всегда отличается повышенной экспрессивностью. Свойственной подросткам. Да, и часть поэтому совершенно спокойно просачивается в язык. А вот жаргон, дворянский жаргон существовал, например, насколько мне... Дворяне, насколько мне известно, говорили по-французски в основном. Но они использовали, да, совокупность языков. Мне вообще не совсем понятно слово сочетание дворянский жаргон. Существовал определенный стиль общения. Да и сейчас тоже... То есть, если это дворяне, то стиль общения, а если это подростки, то это... Ой, дворяне, простите, были абсолютно разными. Начиная от Воронцовых, у которых были десятки тысяч крепостных по всей стране и огромные имения. Мы-то сейчас нематериальные имения. И кончая однодворцами, которые сами землю пахали. И были провинциальные помещики, медведи, которые и по-русски говорили достаточно плохо. И были люди высокообразованные, такие как Пушкин. У него было два родных языка, по сути дела. Хорошо, Ирина Михайловна. Ну вот, смотрите, все мы знаем, да, всевозможные сайты и чаты, где не лучшим образом показывают себя молодое поколение. Есть и такие, да. Там девочки особо неговорливы на них, да, но зато там пестрят фотографии, где она там в позе дикой кошки на фоне старого ковра, да, это стандартная, да, с надутыми губами. Но вот среди ваших студентов есть такие? Вы знаете, я этим не интересовалась. Я совершенно спокойно смотрю на, ну вот, подростковое и молодежное желание эпатажа, на все эти игры, которые, ну, в общем-то, нормальный человек перерастает со временем. И здесь как раз все идет, как и должно идти. То есть вот такой интернет с чатами, да, Евгений Владимирович, это своего рода, вот, не знаю, комнатка, да, комнатка жизни, куда вот человек дошел до определенного возраста подросткового, да, посидел в этой комнате, а потом вышел из нее. Так, получается, будет? Ну, безусловно, он не будет сидеть в этой комнате все время, но что произойдет и как он изменится? Вот вы давали статистику здесь, что 3% подростков, да, только занимаются творчеством. А сколько взрослых занимается творчеством? А сколько взрослых сидят и смотрят сериалы целыми днями? Это у Росстата надо спросить. Да, да, у Росстата почему-то не проводит такие исследования. Вот, а зря. Возможно, цифры будут еще более серьезными. Вот, и потом, ведь все эти компьютерные вещи, они здорово сделаны, очень креативными людьми. Да, вот игры, например, да, посмотрите, какая там графика, какой дизайн, фильмы и так далее. И все это сделано очень быстро, четко, красиво. Поэтому детям некогда, они не успевают творить, они потребители. Они потребляют очень хорошо сделанную во всех отношениях картинку. То есть их зацепили на крючевскую? Конечно, конечно, безусловно. Вот, и поэтому так сложно найти, вот, людей, например, там, отобрать рекламное агентство, да. Вот есть простые вещи для отбора, а они не могут. Кстати, вот именно рекламщиков учат, как правильно формулировать информацию, да, для того, чтобы человек клипово о том, о чем вы вначале говорили, выхватывал все эти необходимые тезисы. Это правильно, но попробуйте отобрать способного человека и креативного. Если раньше можно было из ста человек найти хотя бы одного, то теперь из десяти тысяч, по-моему, одного не найдешь. Понимаете? Развивалось воображение. Когда ребенок слушал книгу, да, которую мы читали, или ее читал сам, то он представлял. То есть фактически его образное мышление, его креативность работали. Он был соучастником, он работал как бы в сотворчестве. То же самое было, когда мы слушали, например, пластинки со сказками, да, инсценировки. И тогда возникала образная система, то есть люди, работало воображение, творческое даже воображение. А сейчас так все сделано классно, небольшой прослойка креативных людей, что они не успевают. Поэтому они становятся все больше потребителями. Сделали хорошо, значит, люди творческие, да. Но я хочу сказать, что... Сделали хорошо. Наверное, каждое поколение, и вы в том числе слышали фразу «в наше время» – такого не было. Вот будем надеяться на то, что действительно у каждого поколения будет свое время, свои навыки, свои умения, свое творчество. Ну и, впрочем, если говорить об интернете, да, что как слово оно может вылечить или убить, так и интернет. Для одних это деградация, для других это средство развития. Господа, я благодарю вас за беседу, зрители за внимание. Увидимся завтра в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.